Давай я вот сюда буду стоять. Как бы я сказал, что я буду стоять. Елизавета Таранец внимательно наблюдает за ходом матча с судейской бровки. Как ассистент тренера она помогает юным спортсменам в освоении правил игры и следит за их соблюдением. Это направление она выбрала потому, что активный образ жизни и близок. Даже после напряженного трудового дня она обычно отдает предпочтение пробежке. И про хобби Елизавета тоже не забывает. В свободное время играет на гитаре. Работать я пришла потому, что мне нравится спортивное направление. И сейчас это только начинает развиваться, как брать несовершеннолетних на работу. И это достаточно интересно и можно приобрести новый опыт. У нас очень приятный куратор Инна Владимировна. То есть она сама с нами на одной волне и помогает очень много. Поэтому да, очень легко. Ну и детям нравится, когда видишь энтузиазм в глазах. Это ну приятно, это греет душу. Кураторами для школьников зачастую выступают их классные руководители, которые всегда готовы поддержать и дать совет. Да и для самих преподавателей помощь со стороны воспитанников всегда кстати. Конечно, это неописуемая востребованность. И также помощь очень колоссальная. Дети помогают для более младшего возраста. Они объясняют технику безопасности. Они с каждым как наставник работают. Они себя проявляют в роли тренера. Работают школьники не только на спортивных объектах, но и в родных стенах. Ремонтируют мебель, обкапывают деревья, либо помогают в библиотеке. Их рабочий день не превышает четырех часов. Проводят его зачастую в компании своих одноклассников. Так что время за работой пролетает для них быстро. Мы делаем кабинеты, их разбираем, потому что там капитальные ремонты. Сложно дается? Нет, это не тяжелая работа. Это происходит все быстро и комфортно. Сейчас такая погода, что очень хорошо работать. Но можно совмещать работу и море, это вполне возможно. 49-я школа решила пойти навстречу воспитанникам и предоставить им трудоустройство своей альмаматер. Ребята приобщаются к полезному труду, адаптации к взрослой трудовой деятельности, попробовать себя на этом поприще, познакомиться с различными рабочими профессиями. То есть мы считаем, что это очень важно. Поэтому вот это временное трудоустройство несовершеннолетних, мне кажется, что это важная социально-экономическая задача, которую решаем мы все вместе. Общий цикл смены составляет две недели или 10 рабочих дней. Труд обязательно оплачивается. Таким образом школьники могут не только набраться опыта, но и обеспечить себя деньгами на летние каникулы. Труд оплачивается очень просто, так как это подростки. Есть минимальный размер оплаты труда. У нас 12 700 примерно составляет. Соответственно, так как они работают, ну кто-то работает 10 рабочих дней, кто-то работает 14 рабочих дней. Соответственно, делится это все пропорционально пополам за вычетом налогов. В этой школе посчитали, что с учетом немножко сокращенной трудовой смены, именно 10 дней, не 14, ребята будут получать порядка чуть больше 5000 рублей. Особенность этого года – расширенный перечень вакансий, доступный для подростков. Впервые в этом году они работали на Большой Севастопольской тропе. Проходило анкетирование тех, кто посещает Большую Севастопольскую тропу. Ребята и убирались там, в том числе, и, собственно, сами изучали возможности Большой Севастопольской тропы. Итоги работы губернаторских школьных трудовых отрядов планируют подвести после летних каникул. Ударников труда власти отметят особыми наградами. Кирилл Попов, Денис Александрович, Севинформбюро.